Леонид Дмитрий Чернобаев Леонид Дмитрий Чернобаев Леонид Дмитрий Чернобаев Леонид Дмитрий Чернобаев Прекрасно здесь живет. Часть уже упала. Да, ветром недавно сдуло. Она вообще как облепиха вся была. И то же самое и моей дочери, она привитая, так же плодоносит. Вот, обильно. А чтобы время не терять, сейчас мы можем пройтись туда дальше. Там есть тоже некоторые игрушки другого сорта. Ну, скажем, космическая, как выглядит. Твоя любимая эта Ефимова нарядная. Пойдем. Красавица лесная. Давай по порядку. Лесная красавица, она не активна. Так, это вроде бы от меня. Плодоносит, но да, это от тебя. А в этом году вообще плоды мелкие на грушах? Ты не заметил? Они же могли быть огромными, но не стали. Кроме гиганта Подмосковья. А, гигант найдем? Найдем. Вот это космическая груша. Вот сорт космический. В этом году плодов немножко на ней. В прошлом году ужасно много было. Зажрались, Леонид Дмитриевич, извините за выражение. Зажрались? Груши, они в ужасных ночи. Нет, давай так. Это Сибирь или что? Это Сибирь. Ну? Да. В первую очередь это Сибирь. Во вторую очередь. Груши у меня 14 сортов. И все сладкие. И все. Ни одна вяжущая не встречается. Потому что я их извел. Вот твоя эта самая нарядная Ефимова. Ну, мы можем со стороны солнца посмотреть. Она красивая и ужасная. Ну, в меру вкусная. Но она еще не ярко окрашена. Нет, не ярко. Она еще молодая. Вот идем, вот так вот ныряем с этой стороны. И вот на свету она более окрашенная. Пожалуйста. Ага. Вот теперь она настоящая. Вот она хорошо сейчас. Ну, кость сегодня она станет ярко-красной с одной стороны. С другой стороны ярко-желтая. Вообще прелесть. Здорово. Так, яблоки не смотрим. Не смотрим отдельно. Так, Леонид Дмитриевич, мы оба хотим поближе познакомиться вместе с Савинич. Так, вот здесь была вяжущая яблоня. То есть эта груша очень невкусная получилась. Я о ней тоже как-то говорил, Смоленская. Ну, вот результат тоже перепривик. Это мы оба накололись на Смоленской. Кстати, что с Белгорода, Боднар накололся. Что мы с Смоленской. Чего они там на юге растят? Смоленская крупная, да, она очень красивая. Но она почти несъедобная. И при созревании гниет буквально на дереве. Она уже черная. Вот ты мне скажи, как это получается. Мы на дикую усурику прививаем оба, так? Да, да. Почему у нас это? Сладкие остаются сладкими. Почему с Брянска, с Белгорода, с этого самого... Со Смоленского к нам присылают такую дрянь, я понять не могу. Да, я не знаю. А чем они там занимаются? Вот, вот это вот, так, там веточка Бере. Ага, это Бере. Да, это Бере. Это, минутку, это та самая, которая Бере раннее, или это уже другая? Нет, вот только что мы ее смотрели, но она привита, ну, на дереве. Ну, смотри, как... Вот космическая, вот она космическая, смотрите, ее тут много. Давай, давай, давай. Как положено, вот, кладоносик. Давай, давай, давай. Вот это и есть космическая. Успел я, пока не упали. Мои еще зеленые не думают поспевать. У меня климат другой. Это вот тоже... Нет, это лютневые. Но они очень похожи из Бере. Кстати, минутку, давай так. Людневые подойдем. Гигант Подмосковый увидим. Сейчас, сейчас. Это мне прислала Марховская, так? Да. А лютневые я забыл откуда. Ой, лютневые, не знаю, откуда-то тоже оттуда, с центра России. Нет, дальше, наверное. Нет, у меня-то своя лютневые, у тебя своя. Как получилось? Слушай, мне Чернышев прислал, Валерий Петрович, ныне покойный. Все. Так лютневые я у тебя брал. А, ну тогда все. Вот, когда мешок вот прислал, да, я оттуда черенки взял, прислал. И вот с него бы сделали. Вот смотри, Чернышева на свете нет, да? А какая память о нем? Вот посмотри. Это что? Что это? Да нет, это тоже Бере. А, Бере, да. Смотри, что делается. Вижу. Она ужасно хорошо плодоносит. Здорово. Слушай, она теперь станет лидером после этого фильма. Смотри. Ну она где-то до 40 градусов больше мороз не выдерживает. Не, ну конечно. Ну а здесь твоя любимая, это самое, Ефимовая затесалась. Короче, это дерево сад. А вот гигант Подмосковья. О, подходим к нему. Груши сейчас уже крупные. Ну давай я вот так вот приподниму. Для тебя это мелочь, они же сейчас созревать будут. И вот там на макушке вообще... Руку подставь вот так, чтобы видно было ее размер. О. О. Да, рука-то что у меня? Здорово. У меня рука тоже большая. Здорово. Вот. Что я скажу? Вот они красавцы. А вот еще крупнее. Вот это, а вот это, по-моему, еще вот моя ладонь, да? Да. Так они это еще... Слушай, тут больше 300 грамм. Да в 3 месяца расти будут. Они разок 3 станут больше. Так, ты не людей, не пугай, у них инфаркт будет. Я точно тебе говорю. Не говори такие слова. Точно тебе говорю. А смотри, вон глянь наверх. Там вообще гиганты уже сейчас висят. Вон, смотри. Пузатые такие гигантики. Слушай, ну... Ну, оттуда поздуло недавно ветром. Я давно не общался с Мараховской. Да. Вот. Это чудо-женщина из этого. Знаешь, как она? Она мне написала следующее. Или рассказывала, знаешь, что сказала? Так, ты выключи. У нее это... Нет, это очень важно, то, что я скажу. У нее дача там, в Подмосковье. И она еще на другую дачу, пешком, то или 16 км в обе стороны, она прошла, чтобы черенков нарезать. Вот эти вот. Да, вот такие европейцы, такие у нас друзья. Мне об этой эти поселенцы как-то рассказывали. Говорит, груша сантиметров 20 вот эта вот вырастает. Еще больше. И ужасно. Сантиметров 20. У меня теперь вся Россия будет трясти. Ну, а здесь эта лесная красавица тоже самая. Ну, очень мало в этом году плодов на ней. Как раз попала в холода в дикие на цветение. Кстати, она должна быть тоже, конечно, не гигант, но она должна... Она очень крупная, да. Должна быть. Вот. Проходим дальше. Вот в этом году мраморная груша. У лады в этом году плодов тоже маловато. Знаешь, когда-то... А людневая ужасная. Когда-то я привел в шок. Говорили, что я обманываю, да? Пучок только вот. Вот такими пучками, только еще в три раза длиннее, но вот такими пучками это были первые урожаи. И никто мне не верил. Думали, что я рисую. Вот здесь это мраморная тоже. А вот дальше у меня людневая. Но я с ним уже четыре ведра снял. Вот, пожалуйста, людневая уже поспевает. Их даже, о, оса только убежала. Осы любят даже жевать. Вот они прокусывают. Нету на свете Валерия Петровича Чернышева из Саратова. Да, да, да. А его творение, не говорю, что его творение, его клон. Это же все прошло через руки людей. Вот, пожалуйста, на, держи, попробуй вкус какой у нее. Обалденно. А все будут мне завидовать? Так получается? Да, запах может быть передать через камеру. У меня же такая же. Ну вот, так дело в том, что... Ну, майни с ним поспел еще. Люди его уже давно поспел, да, ну, с неделю назад. А лада даже не думает. А вкусовые качества у них очень похожи. Ну, правда, лютневая чуть-чуть сладче. Вот. Сверяю сюда. Ну, как я могу и кушать, и фильм снимать? А, ну, вот таким образом. Так, с левой мы не видим. Смотри. Это потом. Тоже лютневая, но тоже обильный урожай. Ну, вот она. Чем лютневой отличается большинство груш? У нее смещенный центр тяжести, как бы бок, вон, видишь, какой? Ага. Ну, как это кузов инструмента музыкального, лютня. Если гриф вот здесь подставить, вот, можно играть. Тут еще прививки. А это космическое. Ну, то же самое. Вот это я же тогда сильно поверил Смоленской крупной. И сделал три дерева себе. Ясно. И одновременно... Все перепривил. Да, насекся. И все перепривил. Вот это вот лесная красавица здесь. Тоже миниатюрка. Это космическая. Вот это вот, допустим, он красненький. Твои эти любимцы. Нарядные Ефимова. Вон они там, там. Ну, их немного. А лютневый довольно-таки обильно плодоносит. С этого дерева я уже, конечно, снял порядком. Тоже где-то, наверное, не помню. По-моему, три ведра уже. 15-литровых снял. Потому что она начала резко спеть. И начала падать. Хорошо у меня газон. Слушай, а сейчас у людей инфаркт начнется. Давай заканчиваем съемку. Смотри, какая красота. Все желтые я поснимал. Ну, вон там, правда, торчат еще желтые. Сейчас я тебе это в подарок их сниму. Нет, конечно. У меня это не свой груш, да? Нет, есть. Это звучит как издевательство. И в том дело, твои когда поспеют, а у меня уже готовые. Так, еще, знаешь, что? С грушами все. Я как увидел персики, сразу шерсть дыбом. С персиками у меня, конечно, проблема. В этом году. А еще бы. У меня даром, что не замерзли. Ну, спасибо. Вот они чуть-чуть полежат, идеальные становятся. Но это уже спелые. Так, теперь. У меня рук не хватает. Давай так. Больше мне не угощай. Посмотри, держу камеру. Смотри, пожалуйста. Не, не, не. Все это уходит. Чек-пасли у тебя это все. Воскресенье. Груши мы... А, нет, дальше. Груши у меня еще там есть. Ну, Мичурина скороспелка уже кончилась. У меня тоже сыпется уже. Она абсолютно поспела. Там, не знаю, одна, две, три может остались. А, я свои покажу. Так, все, мы на сливы не смотрим. Не смотрим, не смотрим. Слива хорошо уродила. Еще бы. Так, персики. Персики, слава богу, мы думали как, что им хана? Нет, не хана. Вот. Моим, моим. Видишь, целенькие. Все. Это, слава богу, побегал много. Все-таки материал остался. Мы будем переглать его еще. Да. То есть, прививать. Там у меня персики молодые есть. О, видишь, какие побеги? Да я-то вижу. Идем. В общем, окажется, их не так просто убить морозами. Ой, блин, такой мороз детей был. Ну, не детей, а сильно длинная холодная зима. Вот. Груша осенняя московская. Я вам говорю, что тут 14 сортов у меня. А вот это, изумительно вкусный сорт. Вообще обалденный. Ну, созревает поздно. Тоже вам урожай такой, что перекрыло дорожку. Угу. Ну. И последнее. Да, это скороспелка Мичурина, конечно, она уже у меня кончилась, даже не знаю. Вот. На полу последнее может лежит. Ну, покажи, они мелкие. Вон падает. Они мелкие, но вкусные. Они мелкие. Сочные, сладенькие такие. Но все остальные груши куда вкуснее. Вот допустим. Ну, зашал. Зато первыми попробуй. Даже у меня они поспели. А вот эта вот у меня, декабрьская, она у меня хорошо лежит. Поздняя груша. Мы ее, бывает, к Новому году кушаем. О, хорошо. Да. Так. Ну, плодов так, средненько на ней. Вот на московской хорошо уродила. Ага. На людневой хорошо, на бережке хорошо, бережке ранее. Так, ну, кому надо, уже увидев фильм, запишут название. Вот полная информация. Конечно, обо всех сортах мы не будем говорить. Так, это вкратце о главных. Которые хорошо. Ладно, ты знаешь, все-таки я имею прямое отношение к этому дереву. Ну, два слова про вишни. Ну, это вишня жуковская. Правильно. Так. И привита она, правда, на Владимирской. Нет, показать жалко. Так у меня такие же. Ну, плоды есть плоды. Они для Сибири сильно уж хороши. Ну, вот, допустим, это. Вот они. Красавицы вообще. Вкусные, очень хорошие вишни. Так. И на этом все, мы закончили. Я их собрал. Уже они у меня и мороженые лежат, и в соках. И вон там две бочки вина пляшет с них. Вот. И я у тебя не стал брать косточки. Хотя это мое творение, да? Только потому, что своих столько. Угу. Ну, ладно. Давай. Прощаемся. Что мы скажем? А, до воскресенья я прощаюсь. Привожу Елену Александровну Савинич. Вот. Это моя надежда и моя ученица. Вот тогда мы отыграемся на яблонях, на сливах. Все покажем. Ну, яблонь у меня в этом году только 2-3 сорта. Три. Более-менее плодоносит. А остальные тоже слабенько. Ну, извини. Зима была. Ну, все это. Нет, тут не в зиме дело. Так, надо как-то закруглиться. Ну, помаши ручкой или как. Ну, ладно. Всего хорошего. Желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok